Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы снова с вами встретились, чтобы поговорить о психологии. Разговор о психологии мы сегодня будем вести с Дмитрием Титковым. Дмитрий – практикующий психолог и тренер Высшей школы психологического консультирования Сергея Владимировича Петрушина. И говорить мы сегодня будем о чувстве вины. Ну, здравствуйте, Дмитрий, еще раз. Здравствуйте, Наталья. Я хотела наш разговор сегодня начать с небольшой истории жизненной. У меня есть приятельница, которая недавно, ну, не то что обратилась, рассказала мне о своих ощущениях. Она сказала, что в последнее время она стала замечать, что ее раздражает и вызывает некое чувство сопротивления, когда она, ну, как бы излишне извиняется. Стучится в дверь, а разрешите вот это, да? А пробегающему официанту, извините, не могли бы вы нас обслужить, а можно мне кофе? И она говорит, раньше я этого никогда не замечала, сейчас это стало очень ярко. Вот я думаю, что вот с этой стороны, если мы подойдем к чувству вины, вот что с человеком происходит? Ну, наверное, надо спросить, прежде чем говорить. Да, об этом, разумеется, у нее что происходит с ней? Это очень интересно. И здесь, как мне кажется, есть два компонента. Ну, во-первых, нужно сказать, что вежливость – это нормально. Вообще вежливость – это то, те рамки, которые, благодаря которым, соблюдая которые, мы можем себя ввести в обществе, не нарушая, соблюдая этические нормы, какие-то нормы морали, и не нарушая другие границы. Ну, как бы речь идет о безопасности коммуникации, да, собственно говоря? Да, и в принципе все хорошо, пока человек не задумывается об этом, да, и не думает о том, что что-то вот не так. Ну, что-то у нее произошло, что она обратила внимание на вот этот процесс, который был для нее раньше неочевиден. Да, безусловно, с человеком в этот момент что-то произошло. Мы здесь говорим о том, что вот это, ну, условно говоря, чрезмерная вежливость – это просто, ну, скажем, привычка, которая стала ей явно, да? Ну, или это симптом какого-то еще явления, вот того самого чувства вины, которое у нас, ну, присуще большинству людей? Непонятно. Но интересно, что стоит за вот этой вот чрезмерной вежливостью. И если, в принципе, человек вежлив, и его это не смущает, и не напрягает, например, его окружающих, в принципе, никаких проблем нет. Мы не можем это померить, клинических исследований, соответственно, нет, и говорить, что вот эта вот там излишняя вежливость, да, вот эта вот как вежливость нормальная, да, это, ну, мы, скажем так, занимаемся не тем, чем занимаемся. Интереснее то, что стоит за этим, безусловно, да, что стоит за излишнюю вежливостью. Каким мы будем казаться другим и себе, если мы не будем извиняться? Что мы испытываем в этот момент? И вот ваш приведенный пример очень характерен, да, когда ваша знакомая начала испытывать злость на себя, да, злость на себя, потому что что-то случилось в этот момент. Ну, как будто бы хочется понять, да, что человек делает с собой в этот момент, когда он произносит вот эти слова вежливости в той ситуации, проявляет вот эту чрезмерную вежливость в той ситуации, когда она, в общем-то, не нужна, когда мы находимся в кафе, где люди, официанты существуют, и все существуют для того, чтобы тебя обслужить, когда мы приходим в какое-то административное, да, здание, там, помещение, организацию, где тоже, в общем-то, люди существуют для того, чтобы помочь тебе решить какую-то проблему, когда мы стучимся в кабинеты, да, вот, кстати, по этому поводу интересное наблюдение жизни было, что однажды я видела служебный кабинет, на котором было объявление, кабинет служебный, стучаться не надо, заходите сразу. Ну, вот тоже, наверное, из этой серии, да, что человек с собой делает в этот момент? Ну, тут, мне кажется, тоже есть две стороны металли, да, во-первых, если мы сидим в кафе и говорим, там, я готов сделать заказ, да, там, извините, пожалуйста, можно мы закажем, мы таким образом привлекаем внимание официанта. С другой стороны, официант тоже человек, да, несмотря на то, что он находится в роли официанта, и он по факту нам чем-то обязан, нет, это нормальная ситуация, когда, если нас это, опять же, не трогает никак, да, мы просто наговорим, извините, пожалуйста, возьмите у нас заказ, в этот момент мы ожидаем услышать, да, сейчас, и, как правило, так и происходит, да, сейчас у нас берут заказ, никаких проблем нет. Если же мы начинаем так лебезить... Фокусировать на этом внимание, да, и как будто сами чувствуем, что как будто мы лебезим, и вот это вот нервирует. Да, что мы испытываем в этот момент, важно, что это может быть, почему мы вот в этот момент так делаем, пытаемся ли мы казаться ниже того человека, которому мы стучимся в дверь, особенно если это кабинет какого-то большого начальника, как будто мы попадаем вот в эту ситуацию сразу, как будто мы спускаемся на ступеньку ниже, и отвлекаем этого человека от каких-то безумно важных дел своими какими-то там, ну, я не знаю, вопросами, да. Вот то, что вы сказали по поводу кафе, официант, да, ну, вы же тоже сейчас сказали, извините, можно вас привлечь внимание. За что в этот момент извиняетесь? За что? Вот этот аспект как раз мою приятельницу и беспокоил. То есть вроде бы как она не чувствует, да, ну, официант не может быть референтным человеком, но тем не менее вот это вот ощущение, что она, как вы правильно сказали, лебезит, оно вот ее как раз и раздражает. Она специально, получается, занижает свой статус, что ли, свое положение? Не знаю, может быть, это просто вежливость, действительно вежливость. Ну, хорошо. Если взять, допустим, что это вежливость, тем не менее она ее все-таки забеспокоила, и если мы говорим о том, что это может быть излишним вежливым, вежливость является проявлением чувства вины, это написано в литературе, да? И тогда мы будем говорить о контексте вины, вины как таковое, что это такое, и почему мы, собственно говоря, его испытываем. Если мы поворачиваем беседу в этом ключе, да, надо сказать, что чувство вины разными специалистами в области психологии, различными когнитивистами, деятелями науки, ученые понимаются по-разному. Мы можем говорить о том, что вина вообще это хорошо, да, и вина это такой регулятор поведения нашего общества, без которого мы жить, ну, фактически не сможем, да? Это, грубо говоря, вина это то, что хорошо, и то, что такое плохо, да? В момент, когда плохо, мы испытываем чувство вины, это как будто преграждает нас от какого-то нежелательного, да, поведения. Некоторые считают, что это, там, мета-чувства, да, скажем так, неподлинные чувства, да, какие-то вот мета-чувства, которые мы можем назвать чувствами социальными. И мы будем испытывать вину только в том случае, когда мы будем находиться в социуме, да, без социума этих чувств не существует, не могло бы быть существовать в этот момент. Я правильно вас поняла, что вы говорите об положительном и отрицательном аспекте чувства вины, да? Если положительный аспект чувства вины, то это, ну, сожаление о том, что ты действительно что-то сделал, и у тебя как бы то, что называется, совесть проснулась, да? Об этом речь идёт? Да, Ирвин Ялам в этот момент говорил, да, что это подлинное чувство вины. Вина за совершённое, например, преступление. Да, это подлинное чувство вины. Оно подлинное, и здесь как бы, ну, априори говорить, собственно говоря, не о чем. А вот то, что называется отрицательное чувство вины, да, вот давайте о нём поговорим. Оно откуда берётся в человеческой природе психологической? Ну, наверное, я здесь не буду оригинальным, да, и я бы не хотел говорить вот это вот клише «все проблемы идут из детства», но, по сути, вот это чувство и наше представление о нём, и запоминание, в какие моменты оно случается, воспринимается нами как раз-таки в детском возрасте. Это то, как мы себя повели в какой-то момент, и то, что сказали нам об этом родители в этот момент. Самый простой, вот очень простой пример, да, маленький ребёнок испытывает к матери какую-то агрессию, да, особенно в маленьком очень возрасте, да, когда ребёнок ещё не очень чувствует свои границы, он может как-то там больно укусить, например. Маму, и мама в этот момент ему будет говорить, что злиться на маму нельзя, да, что агрессия на маму — это очень плохо. И вот в этот момент очень интересно, что в будущем, когда, возможно, этот человек будет злиться, например, на какую-то фигуру, да, на фигуру мать, ну, на маму, да, например, будет испытывать чувство вины, потому что этого делать нельзя. Вот этот момент, да, это то, что мы можем назвать невротическим переживанием вины. Но с израстанием ребёнка он же продолжает, может злиться не только на маму, да, на любого человека референтного уровня и будет испытывать то же самое чувство вины. Да, это вот очень интересно, что ему об этом сказали в этот момент родители. По сути, вот так и складывается, ну, очень много механизмов нашего поведения, не только, там, чувство вины, а в том числе, там, не знаю, другие чувства стыда и тому подобное, да. По сути, это вот то, что мы делали в детстве, в раннем детстве, и что нам об этом сказали родители. Что хорошо, что такое плохо. Это самый простой. Понятно, что мы немножко упрощаем, да, этот механизм, но, по сути, вот он такой. Это то, что мы делали, какой опыт мы получали, и что нам про него потом сказали. Грубо говоря, сказали, что это хорошо и что такое плохо. С какими еще обычно проявлениями идет в ногу вот чувство вины на поведенческом уровне? Вот мы сказали про излишнюю вежливость, да, еще что? Не знаю, оно может идти в ногу, например, с ответственностью, да, условно, если мы не говорим вот именно в поведении, а такими какими-то социальными, да, конструктами, безусловно, там есть момент ответственности. Ответственность за что-то. Мы будем чувствовать там вину, да, если мы там что-то, например, не сделали, да, за что мы несли ответственность. Например, за недостижение какого-то результата, которого мы хотели, да, и мы чувствуем вину за это. Или, например, момент с долженствованием. Это вот в этот момент очень интересно, да, наше коммунное прошлое. Когда, скажем так, были не интересы страны, да, интересы, ну, интересы страны, а не интересы какого-то конкретного человека, да. И этот человек мог испытывать вину перед партией, перед народом и вообще перед целой страной. Только самим собой. Вот этот, да, это очень интересный пример, да, который описывается в много где его можно найти, да, когда женщина 38 лет описывает опыт себя 10-летней. Ее отец был комбайнером и взял ее, вот, ну, на пашню. И она, когда увидела вот пашню, да, вот представьте себе картинку. Уборка урожая, видимо. Да, уборка урожая, там ярко светит солнце, все вот в колоссе, да, вот эти вот, все красиво. И она, видя это, очень радуется, да, ее полностью наполняет вот эта вот радость. И в этот момент она очень жестко ощущает чувство вины, потому что она радуется, а другие работают. Она здесь 10-летняя, значит, бегает, да, радуется вот этому вот всему, а люди, возможно, всю ночь убирали урожай. Да, я тоже была в такой ситуации, когда мне говорили, как ты можешь сидеть, когда все работают. Да, да, да. Сразу отсылается в детство. Да, и вот про это, да, это вот этот механизм сравнения еще себя, да, с другими, когда нам говорят, ну вот, посмотри, Петя какой, почему ты не можешь быть таким. Почему вот эта форма поведения для 38-летней женщины настолько актуальна? Потому что, ну, мы, собственно говоря, запоминаем те стратегии поведения, которые мы выполняем. Мы в этот момент очень нерегидны. Мы вообще повторяем в некоторых ситуациях наше детское поведение, полученное в каком-то детском возрасте или очень сильно подкрепляемое, например, нашими родителями. Понятно, что, например, вот этот паттерн, да, у нее сформировался и в 10-летнем возрасте. Скорее всего, ей до этого еще говорили, что такое хорошо или что такое плохо. Что, например, нужно работать, когда все работают, да, то, например, линец плохо. Вот такие вот моменты, что отдыхать, что, скажем так, ну вот опять же, да, работать нужно много, отдыхать мало. И тогда, вполне возможно, мы будем испытывать какое-то очень такое подлое чувство, когда мы будем не соответствовать этим установкам или предрассудкам, которые у нас сложились. А наказание детей, они имеют отношение к формированию чувства вины? Вот то, о чем тоже пишут часто, что даже дело не в физических наказаниях, допустим, которые тоже имеют место быть, да, иногда, а даже то, что для ребенка является молчащей мамой, это, ну, самое сильное наказание, сильнее даже, чем в угол поставить там или еще что-то такое, да? Вот этот момент отчуждения для ребенка, он формирует чувство вины тоже? Да, конечно, ну, это прямо, это, скажем так, это, ну, такое насилие отсутствием контакта. Ну, по-моему, история про чашку, да, разбитую, вот этот вот известный рассказ. Ну, вот это вот, да, опять же, в литературе, да, есть вот этот пример, когда, ну, там немножко сложнее, да, конструкция там как таковая, мальчик там, по-моему, разбил тоже маленькую чашку и свалил все, ну, мама пришла, соответственно, увидела, да, и он свалил все на собаку, да, и собаку за это выгнали, потому что чашка была очень памятная, там она, по-моему, принадлежала отцу этого ребенка, да, который погиб, к сожалению, на войне. И он свалил все на собаку, и мать выгнала эту собаку, его очень вот мучили угрызению совести, да, то, что мы еще называем, как говоря о вине, угрызению совести. И он через несколько дней признался, не выдержал вот этого невротического чувства вины, да, и они потом, ну, там есть позитивный момент, они потом, ему мать сказала, что очень хорошо, что ты признался, и они потом клеили эту чашку все вместе. Поэтому там есть такая какая-то позитивная коннотация. Ну, это мама хорошо, что отработала, но сначала-то получается, что она все равно создала, ну, как бы, чувство вины, что ты разбил память об отце, да, а для ребенка это было травматичным очень. Вот, собственно говоря, так и формируется проявление ответственности за свои поступки, что такое хорошо, что такое плохо. Вот этот вот явный пример. Отсутствие контакта – это прям какая-то радикальная очень черта в этот момент. Но в этот момент это очень же видно, да, чтобы ребенку, ребенок должен хорошо себя вести для того, чтобы получать мамин контакт, да. Если он не получает этого мамин контакта, то он думает, что он что-то сделал не так, и может испытывать в этот момент чувство вины. Вот еще одно интересное проявление из категории, как обнаружить, что у тебя есть, ну, скажем, присутствует вот это чувство вины отрицательное, да, то, что человек не может позволить себе принять свои достижения, позволить себе быть успешным, ну, как бы, да, вот работает, 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 время получает награду, он говорит, не-не-не, я тут ни при чем, это вот мои коллеги сделали. То есть, ну, как бы, не может позволить себе быть полноценно счастливым, ну, как бы, условно говоря, да, раскрываться, признавать. Самопризнание, наверное, тоже из этой, сюда же, или нет? Непонятно. Во-первых, это может быть связано со стадом, да, в первую очередь. Во-вторых, ну, да, там может быть вот такой вот компонент, да, о котором мы относим к чувству вины, когда мы, опять же, будем отвечать перед какой-то большой фигурой, если не ошибаюсь, очень транзактные аналитики об этом очень любят говорить, о том, что есть такая установка родительская, которая называется «не высовывайся», «не будь лучшим». И в этот момент, если вдруг у нас выходит так, что вот мы как бы на первом месте, да, и мы немножко выиграли в этой жизни, у нас вот будет такое очень смущение, которое там может быть затянуто и стыд, и чувство вины, да, что «ну как это? Ну мне же говорили, что не надо так, там не надо вообще высовываться». «Я последняя буква в алфавите». «Да, я последняя буква в алфавите», поэтому не надо так делать. И это тоже может иметь печаль. Ну, вот возвращаясь к рассказу этой девушки, да, по поводу ее эмоций, она ведь говорила о том, что она испытывает отрицательные эмоции. Она говорила, что «я испытываю злость», да, «я испытываю раздражение сильное». То есть мы говорим о том, что чувство вины каким-то образом связано с агрессией, которую этот человек испытывает, да? То есть агрессия – это тоже проявление чувства вины? Может быть, только я немножко по-другому. Об этом писали, опять же, транзактные аналитики. Они называли, что есть чувства подлинные и неподлинные. Они называли их рэкетными, замещающими. Они говорят, что очень просто. У нас есть четыре подлинных чувства. Это, если я не ошибаюсь, радость, страх, злость и грусть. Ну, грубо говоря, там, злость, нет, неважно. А все остальное, вот это вот то, что мы испытываем, там, вина, стыд, да, это все замещающие. И вот в этот момент, когда, вот, например, тот же ребенок, который злился, проявлял какую-то агрессию на мать, ему сказали, что так нельзя. И вот это вот чувство агрессии заменило ему чувство вины. И он постоянно будет сваливаться вот в этот момент. Он испытывал агрессию, ему сказали, так нельзя. И если он будет так делать, он будет испытывать чувство вины. Очень похожий механизм, который случился у вашей знакомой. Да, она подумала, что вот именно под чувством вины есть какое-то чувство агрессии. Возможно, она хотела, да, действительно, возможно, она злилась. Злилась, не знаю, на кого-то. Злилась, например, на саму себя. Есть еще такая заметка интересная, ну, вернее, мнение, да, тоже, которое я прочитала в статье, что в этом случае, вот в случае чувственной агрессии, может интересно феноменологически трансформироваться в, наоборот, вот в полное отсутствие агрессии, в такое повышенное дружелюбие, в непротивление зла, насилию, как говорится, да, в полное отсутствие возможности или желания отставить свои позиции, это что? Это как бы вот так трансформируется агрессия? Если то, как мы хотим отыгрывать эту ситуацию, отыгрывать, либо как-то, ну, вот проявить себя, да, в поведении неприемлемо для этого общества, да, мы будем искать какие-то замещающие факторы этого поведения, там может быть все, что угодно. То есть чувство вины, которое мы имеем, но не осознаем, заставляет выбирать нас стратегии поведения, не позволяющие проявлять себя, так? Да, да, и это очень важно. Чувство вины, стыда и вот таких вот производных замещающих чувств, они, как правило, конечны. Они не способствуют к действию и к дальнейшему разворачиванию ситуации. Например, да, то есть если мы проявляем какую-то агрессию, да, в ответ, у нас есть какой-то следующий шаг к этому. Там, или, например, другой пример, да, если нам страшно в какой-то момент, мы будем пытаться как-то избегать этого в будущем. Да, то есть мы знаем, что там вот это вот страшно, грубо говоря, не суй пальцы в розетку. Да, соответственно, там страшно можно ударить током, да, и поэтому мы не будем сувать пальцы в розетку. То есть оно имеет какое-то дальнейшее действие, да, какое-то дальнейшее продолжение. У чувства вины такого нет. Мы просто ощущаем вину, мы в этот момент останавливаемся. И вот очень интересно, когда спрашившь людей, что вы чувствуете, да, когда вы чувствуете вину, да, и там очень сложно, да, как бы тут надо, как бы опять вернуться немножко назад к началу нашей беседы и сказать, что, в принципе, вина – это неплохо, и вежливость – это тоже неплохо. Вообще вежливость помогает нам оставаться то, что мы называем цивилизованными людьми, цивилизованным обществе, да, и не нарушая чужие границы. С этим все, в принципе, хорошо. Чувство вины тоже нам помогает, собственно говоря, регулировать некоторые наши, там, нормы поведения, да, что такое хорошо, что такое плохо. Это присуще всем, всем абсолютно. Да, у нас могут быть какие-то культуральные различия, но, в принципе, как бы такое нормальное, условно, чувство вины – это ок. Оно нам говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Что делать можно, а что-то делать нельзя. Если мы возвращаемся к такому чувству вины, ну, не называя его как бы патологическим, чувствовать вообще вину нормально, то здесь нам нужно понять, что мы хотим. Хотим ли мы об этом избавиться от этого, от этого вот прям слишком тяжелого чувства вины. У нас в этот момент может проявляться и большая тревожность, очень высокая тревожность от этого, и мы начинаем это очень сильно переживать. И нужно понять, что вот в этом, что стоит за этим чувством вины, от чего мы хотим избавиться. Вы имеете в виду, что нужно докопаться до того момента, что стало первоначально, что ли, когда оно было сформировано? Это может быть одной из стратегий. Например, как-то вот отматывая назад, вот это вот все проблемы идут из детства, и немножко отмотать все назад. Да, это может быть одной из стратегий. Это может быть поиск решений здесь, сейчас. Например, когда мы говорим «хорошо», вы испытываете чувство вины, что бы вы хотели с этим сделать прямо сейчас. Не испытывать вину вообще нельзя. Испытывать вину не так часто, да, вполне возможно, мы как-то разгадаем вот это вот глубоко. Нужно просто отталкиваясь от конкретного человека, да, то есть что ему мешает. И как-то дальше разворачивать вот эту вот всю ситуацию. Есть еще такое предположение у меня, что, наверное, человек, который ведет себя в чувстве вины, ну, скажем так, ниже ставит в себя своего собеседника, да, ну, какие-то бонусы получает. Опять-таки с точки зрения собственной безопасности, да, что на него точно никого не, никто не нападет. Он такую лояльность демонстрирует, да, вот этим вот. Находясь, действуя из чувства вины, он же действует, но действует в привычном, скажем, не совсем правильном паттерне, так? Или это правильный паттерн до того момента, пока он его устраивает? Непонятно. Скорее, это может быть как и одно, так и другое. Это может быть как, ну, скажем, такое восприятие психики, грубо говоря, предрассудок, да, что нужно постоянно извиняться перед высокими начальниками, статусными людьми, авторитетными и так далее. Либо это действительно может быть, ну, как бы удобно, да, действительно действовать, это как бы нормально. Начальник тебе говорит, вот, ты виноват, и тебе проще сказать, да, я виноват, чем с ним спорить. Чувство вины парализует волю? Об этом очень много, как мне кажется, что про это говорили очень много экзистенциалисты, люди, занимающие экзистенциальной психологией. Да, они говорили очень сложные штуки. Они говорили, что вина заключается как будто в ответственности самого человека за его нереализованный потенциал. Ну, вот если вот так просто говорить, да, что это как будто человек чувствует вину перед самим собой за, ну... За то, что я вот это не сделал, вот это не реализовал в себе, вот это вам не осталось нераскрытым, да? Да, да, да. Как будто вот здесь очень, ну, очень сложное, да, понятие, как будто вот это вот человек вот этот момент осознает, что ли, свое существование. Сложное, да, вот это очень сложное, да, сложный философский механизм, да, и как бы вина один из... Вина один из компонентов этого. Воля здесь где? Воля, собственно говоря, и ее отсутствие. Понятно. Да, что человеку очень было много дано, а он не реализовал это, и он будет чувствовать вину за это. Как будто ему было много дано, а он этого не сделал. Я правильно понимаю, что опять-таки при осознании вот этой имеющейся, скажем, особенности, да, как или там проблемы, как угодно ее можно назвать, чувства вины, то у человека есть шанс что-то начать менять в жизни, да, самоактуализации, усилием волевым, вот этим волевым компонентом каким-то, да, начать реализовывать то, что он себе говорил, я вот это сделал, вот это не сделал, вот это не сделал. Правильно? Да, а может быть и нет. А может быть и нет. А может быть и нет. Потому что в этот момент мы как будто говорим человеку, что правильно, а что неправильно. Ну, зачем мы ему говорим? Мы ему можем только предлагать. Мы ему рассказываем возможные варианты, принимает решение, то он сам. Да, а он вправе не делать. Не делать, ну это естественно. Хорошо. Получается все-таки, да, момент необходимости или желательности избавления от чувства вины, он есть? Или он тоже чрезвычайно индивидуален? Ну, я буду притерживаться как-то идеи, что очень много вещей индивидуальны и зависит от конкретной ситуации, от конкретного человека. Ну, в целом, да. То есть каждый случай, он будет индивидуален. И если мы здесь попытались найти какие-то, ну вот очень общие, очень какие-то общие популярные стратегии, да, как это формируется, то, ну, безусловно, как бы вот этот вот механизм образования вины, он будет разным в каждой ситуации. Ну, есть такой момент, что если человек не работает с этим своим компонентом, то он будет постоянно усиливаться или нет? Может быть, и да, может быть, и нет. Может быть, и нет. Может быть, и нет. В зависимости от того, как часто человек попадает в те ситуации, возникающие, вызывающие у него чувство вины. Он может их избегать. И делать это там долго и успешно. Но опять-таки, избегая каких-то острых ситуаций, он не даёт себе возможность проявлять себя. То есть мы говорим всё-таки о недостаточном проявлении себя, да, о реализации себя в силу того, что есть страхи вот эти вот, да, попасть в это чувство вины. Правильно? Я... Скорее, да. Почему? Потому что чувство вины – это всегда запрет на что-то. И в этом плане, да, мы будем говорить о том, что здесь есть вот этот компонент. Правильно я вас понимаю, что все нельзя, которые нам говорили в детстве, родители, школа, да, ну, общество, скажем так, взрослых людей, они все у нас трансформируются в настоящую жизнь и неосознанно на неё влияют. Да. Подспудно на неё влияют. Ну... И если мы хотим чего-то добиться, яркого какого-то проявления, то мы должны начать их осознавать. Это действительно запрет мой, который идёт от меня, что я этого не хочу? Или это вообще не моё, и оно оттуда? Вообще... Сложный вопрос. Да, мне кажется, это вот тот момент, что он называл ялом невротической виной. Это вот он говорил в контексте того, как человек, нарушающий какие-то запреты, родительские запреты, вот он будет чувствовать вот эту вот невротическую вину. Мы это присвоили. Да. Вот в чём пито. Они могут быть и наши, они могут быть и не наши. Нас, безусловно, много родительского. Это правда. Мы учитываем здесь контекст семьи и правил семьи, которые нам, безусловно, передались. Но мы их присвоили. Мы их зачем-то присвоили, и вот здесь с этим надо разбираться. Они могут быть как моими, так, грубо говоря, так и не мои. Вот я как раз об этом и говорю, что если человек, ну вот, находится в этой стадии самоизучения, допустим, да, не просто рефлексии, а самоизучения, да, вот следующим шагом, на мой взгляд, является после рефлексии, он может в состоянии оценить ценность того, что ему запрещает, он сам себе запрещает, и что он, ну, как бы, оценить важность, ценность вот этого запрета. Это действительно мне нельзя? Или на самом деле можно, но я почему-то вот по каким-то вот этим присвоенным установкам не хожу туда, да? Да. То есть человек это в состоянии сделать без психотерапевта самостоятельно ведь? Это называется оценить на критичность. Мы берём какую-то установку, и вообще это может быть любое убеждение, ограничивающее убеждение, как говорят когнитивно-поведенческие терапевты, да? И мы здесь оцениваем его на критичность. Очень важно понимать, что мы это можем делать взрослые, но мы этого не могли делать детьми, и поэтому мы воспринимали всё как аксиому. А вот здесь мы как раз-таки можем сделать, оценить это на критичность. Что он может сделать сам для того, чтобы актуализировать себя? Продолжать рефлексировать. Конкретнее. Здесь важно, почему здесь важно не свалиться в гиперрефлексию, не отсвеживать каждый, грубо говоря, каждое подёргивание пальца левой ноги. Он может продолжать, вот именно рефлексировать, осознавать своё поведение. Давайте слово рефлексировать заменим на, скажем, понятное всем слово. Ну, как бы реагировать, наблюдать. Наблюдать. Наблюдать за собой, наблюдать за своим поведением. Я очень люблю письменные практики. Это введение дневников, которые могут помочь. Там можно ввести дневник самонаблюдения. Их есть огромное количество шаблонов. Есть как дневник эмоций, который называется, дневник поведенческой терапии. Например, они есть разные. И это то, что можно сделать. Можно не просто наблюдать за собой, а можно это записывать. И таким образом можно проводить анализ какого-то своего, не знаю, как я, грубо говоря, действовал в прошлой понятии. Чтобы потом было что с чем сравнивать. Что какие изменения происходят, динамика. Да, это помогает нам наблюдать динамику и подмечать какие-то детали, которые мы можем просто забыть. Ну, вы как специалист знаете о том, что, например, может быть, еще какие-то формы есть, не письменные, вот введение этого дневника. Ну, в гаджетах каких-то есть такие программы, приложения? Да. Например, можно поискать. Есть, создаются такие приложения, которые, по крайней мере, могут спрашивать, да, у тебя как прошел ваш день? И вы можете как-то это отмечать. И делать какие-то пометки в этом. А если у человека, ну, скажем так, в некотором смысле слова поражена воля, да, и он вот в этом чувстве вины находится, то ему крайне... То проявление воли уже будет начать вести этот дневник. Правильно? Ну, конечно. Собственно говоря. Это уже как самотерапия, что ли, да? Вообще наблюдение за собой не такая простая вещь. И мы можем там обнаружить очень много вещей, которые мы делаем автоматически. Понятно, что если мы тут будем рассматривать какой-то контекст защитных механизмов, мы всегда будем защищать то поведение, которое у нас было. Потому что оно для нас безопасное, понятное и так далее и тому подобное. То есть если мы, например, не знаю, грубо говоря, мы были детьми, накосячили, и мы знаем, что там придет кто-то там, мама или папа, и будет нас умереть. Но придет наказание. Да, то придет наказание, то, естественно, мы будем этого избегать. Потому что для нас это какое-то там безопасное поведение, и мы будем держаться. И наша психика, и наш организм будет за это держаться. Поэтому, собственно говоря, может возникать сопротивление, потому что это что-то новое, непонятное, и вообще там мы так не умеем и не думаем. Вот, вы сейчас хорошо сказали о том, что не умеет, да? То есть у нас вот и в этой части тоже проблемы могут заключаться еще в том, что мы по-другому просто не умеем. А этому новому умению нужно формироваться. А чтобы ему формироваться, нужно начать в нем существовать, в нем что-то делать, да? А вот как сюда укладывается, допустим, возможность разрешить себе ошибаться? Ну, в том смысле, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, да? Вот такая замечательная поговорка есть. И человеку, наверное, в этой ситуации было бы неплохо начать себе позволять ошибаться. Правильно? Это вот то о том, что, о чем еще надо сказать, да? Что это мы часто испытываем чувство вины в борьбе за идеалы. У нас есть вот в этот момент какое-то представление идеального я, не ошибающего, не ошибающегося, вообще всемогущего и берущего за все подряд ответственность. И вот этот момент очень важный. Мне вообще нравится, как говорят экзистенциалисты, да? Они говорят, что, ну вот, смиритесь. Короче, мы все не идеальны. Все норм, расслабьтесь. Я вот вообще за вот это кредо. Но это опять, мы говорим здесь о каких-то детско-родительских отношениях. Усвоенных, да. Безусловно, да. Когда нам, например, говорили, что, ну... Ошибаться нельзя. Ошибаться нельзя. За ошибки наказывали, да. За ошибки наказывают. Да? Ставят плохие оценки. Если ты будешь получать плохие оценки, из тебя ничего не получится. Поэтому мы постоянно растем. Мы вот постоянно наращиваем вот эту вот цену ошибки. Это вот первый момент, да? Момент ошибаться. Он еще связан, соответственно, с ответственностью. Да? Я несу ответственность. Мы здесь тоже очень грубо, да, в кавычках говорим о такой некой патологии ответственности. Когда мы будем испытывать вину, при этом как будто мы несем ответственность за то, что на самом деле мы не можем нести. Вы имеете в виду сейчас о тех ошибках, на которые мы не могли повлиять? Они имеют объективную природу. Да. А мы, тем не менее, испытываем по этому поводу чувство вины. Очень-очень большое, да, вот очень большое чувство вины, которое может быть осложнено еще с теми, что мы, ну, например, не знаю, не очень веселая тема, да, там ответственность за смерть родственников или родителей. Ну, раз вы говорите об экзистенциальном подходе, то для экзистенциального подхода это нормальная тема. Ну, вот, да, проблема в том, что нам очень сложно будет избавиться от этого чувства вины, да, в этой ситуации, потому что, скажем так... Да, я мог быть в это время дома, я мог чаще звонить и так далее. Да. Мы, скажем так, сложнее развернуть вот это действие, да, о котором мы раньше говорили по-другому, потому что оно конечное, как таково. Да, это ответственность за вот этот очень-очень вещей, чем больше ответственность, да, тем вот риск и ошибки, и, соответственно, риск того, что вина быстрее, сильнее по нам ударит. То есть, чем острее ситуация жизненная, тем сильнее расцветает вот это вот непроработанное чувство вины, как бы так, да? Ну, это для всех, это не обязательно, это характерно вообще для нас. Мы в кризис становимся такими пограничными, условно говоря, да, у нас такие... Бьет нас сильно в этот момент и, да, колбасит тоже не по-детски, особенно в момент кризиса. Мне важно сказать в этот момент, что, несмотря на то, что мы все родом из детства и так далее, мы что-то можем сделать с этой жизнью прямо сейчас. Сейчас мы взрослые, мы можем меняться. И я бы хотел, чтобы люди в это верили. Мы позволяем себе ошибаться, мы позволяем себе присваивать себе свои достижения, так? Я правильно поняла? И мы начинаем вести дневник собственных наблюдений. Как правило, там можно описать ситуацию, да? В которой, вот, скажем так, ситуация, которая нас, ну, чем-то заделала, да, или мы обратили на нее внимание. Второе, мы можем написать те эмоции, которые мы испытывали. И что мы по этому поводу думаем? Наши мысли. Таким образом мы немножко дифференцируем, да, вот этот вот момент. Грубо говоря, мы отделяем эмоции от мыслей. Все хорошо. Иногда, очень часто, многие люди вместо, как бы, эмоций все у нас смешано. Вот этот момент. В этот момент мы немножко, как будто, раскладываем пасы, да, расширяем. Растягиваем ситуацию. Да, растягиваем ситуацию, и в ней получается, она не как вот свернутый комок, а мы как будто ее разложили, и вот здесь мы можем подумать, что с ней сделать. Мы можем в том числе написать в этом дневнике, как мы будем действовать, да, подумать варианты. Какие варианты у нас могли бы быть? То есть некий план? Ну да. Оценить, соответственно, на критичность как-то вот эту вот ситуацию. Еще раз попробовать, да, как-то немножко безопасно пережить это, да. Посмотреть, какие эмоции вы испытывали, какие мысли, ну и придумать какой-то новый план, например. Нельзя испытывать иллюзии, что это можно исправить одномоментно. Это длительная работа, но она возможна к проведению с собой. Чаще всего, да, это длительный процесс, потому что мы пытаемся изменить то, что мы, например, повторяли и усваивали годами за какой-то один день, да. Мы, вот нам, грубо говоря, 25 лет нельзя было злиться на маму, а здесь мы пытаемся на нее позлиться. У нас, возможно, не получится это с первого раза. Как вот в этом случае поступать? Идти к маме и на нее злиться? Ну, да. У нас может быть очень экологичные проявления агрессии. Да, во-первых, если мы ощущаем какую-либо... Это вообще такой тоже один из универсальных механизмов, да, чтобы дать выход определенной эмоции, нужно ее проговорить каким-то образом. Условно говоря, там, кто-то, я не знаю, «Ниталия, я злюсь на вас». Это экологичный способ проявления агрессии. Мы ее вербализируем. Мы вербализируем ту эмоцию, которая с нами происходит. Нам в этот момент просто становится легче. Еще один аспект мне хотелось бы осветить. По поводу того, что люди, подверженные вот этому непроконтролированному, неосознанному чувству вины, являются еще и предметом воздействия манипуляторов. Есть такой момент? Им легче манипулировать. Ну, особенно, да. Потому что на этом чувстве вины раз и проехаться, и все, что надо, получить. Там это была твоя ответственность. Ты, например, этого не сделал, это была твоя ответственность. Ну как? То есть мы сейчас пришли к выводу о том, что на самом деле за то, чтобы с этим чувством вины поработать и постараться его как-то нивелировать, да, гораздо больше, чем нежели за то, чтобы ничего с ним не делать. Все-таки там больше воздуха, там больше действия, там больше жизни. Как бы, да, и как бы, нет. Ну опять-таки, нет, если в том смысле, если человек все устраивает, и его вообще... Да, не чешется, не чешется, не чешет. Это понятно, но мы говорим о той ситуации, если все-таки где-то, как говорится, зачесалось. Надо посмотреть контекст. Надо посмотреть, как это, вот, чем это вызвано. Если это вот такое, вот, скажем так, невротическое, да, переживание вины, там, касающиеся каких-то нарушений, каких-то родительских запретов, это одно. Да, если мы говорим о социально неодобряемом действии, то это совершенно другое. Это совсем другое. Да? Ну хорошо. Я думаю, что мы достаточно подробно разобрали эту тему, дали достаточно такие... Вы дали конкретные рекомендации, что можно... С чего можно начать? Самому, да, не обращаясь к специалисту. Но дорогу осилит идущий. Да. Все-таки, да. И опять-таки мы говорим о том, что все, что касается само работы, да, самоизучения, основывается на признании честности в отношении себя и на признании личной ответственности за то, что происходит в твоей жизни. И эта фраза может быть итогом, по идее, любого интервью на тему психологии. Потому что все равно все возвращается к этому. К твоему принятию решения, к твоему принятию честности, к твоему принятию личной ответственности. И веря в то, что ты можешь что-то поменять в своей жизни. Ну это тоже, да, безусловно. Спасибо большое, Дмитрий, за очень содержательную, интересную, такую эмоциональную беседу. Было интересно. Спасибо. И полезно тоже. Спасибо. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем. С вами была журналист Наталья Ежова. Редактор субтитров А.Семкин